Новости в эфире информационного канала Севастополя в студии Ольга Деменчук. В Севастополе по-прежнему сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Он был введен вчера из-за полного прекращения подачи электроэнергии в город. Напомним, в ночь на воскресенье из-за подрыва на юге Украины опор линий электропередач, поставляющих ресурс на полуостров Крым, был обесточен. В частности, Севастополь полностью перешел на собственные источники энергии – газотурбинные станции и детель-генераторы. Введен график почасового веерного подключения жилого фонда в каждом из четырех районов города. Приняты все меры для бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения города. Введенный в Севастополе режим чрезвычайной ситуации сохранится до полного восстановления энергоснабжения полуострова. Из-за чрезвычайной ситуации с обеспечением электроэнергии понедельник, 23 ноября, в Севастополе объявлен выходным днем. Такое распоряжение вчера подписал губернатор города Сергей Миняйло. Все учреждения и предприятия, кроме тех, которые обеспечивают жизнедеятельность города, не работают. В связи с создавшейся обстановкой оперативным штабом принято решение на 23 число объявить выходной день для предприятий, школ, детских садов и других учреждений, кроме органов управления, государственных учреждений и социальных служб. Все остальные структуры, которые я перечислил, будут работать в боевом режиме. Убедительная просьба не поддаваться ажиотажу и панике. На сегодняшний момент предпринимаются все меры для того, чтобы восстановить электропотребление Севастополя и Крыма. С 23 по 27 ноября из-за чрезвычайной ситуации с обеспечением электроэнергии приостановлена работа детских садов и начальной школы. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор Севастополя Сергей Миняйло. Исходя из той обстановки, которая сегодня сложилась, принято решение, и сейчас это оформляется документально, ограничить учебу в школах 1-4 класс. Второе. Детские сады. Мы электроэнергией обеспечить можем, но мы не сможем обеспечить питанием и всем остальным. Поэтому детские сады и начальные школы до пятницы пока приговорительно. Если будет изменение в обстановке и пойдет переток электроэнергии, мы объявим дополнительно. Приняты меры для бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения города. В штатном режиме работают учреждения здравоохранения. К источникам питания автоматически подключились городские больницы номер 1, 4, 5 и 9. Работу медицинского оборудования поддерживает система резервного электроснабжения. О жизни города в новых условиях подачи электроэнергии в репортаже Анны Брачевой. Режим чрезвычайной ситуации пациенты 1-й городской больницы не почувствуют, уверяют доктора. Без сбоев здесь функционируют все лечебные корпуса. В приемный покой поступают пациенты со скорой помощи. В обычном режиме принимают и в травмпункте. Больница работает в штатном режиме. То есть мы не ощутили на себе никаких перебоев. Все работает, все отделения работают, операции выполняются, электроэнергии обеспечены, реанимация работает. Вся аппаратура работает, сбоев никаких нет. На 7 корпусов 1-й городской больницы 2 дизель-генератора. Третий обслуживает отделение эндоваскулярной и мини-инвазивной хирургии. Источники питания работают в автоматическом режиме. В течение 10-15 секунд они переводят все оборудование на резервное электроснабжение. Емкость бака около 400 литров. Поэтому при полной загрузке дизель-генераторы могут обеспечивать бесперебойную работу больницы в течение 8 часов. Баки заполнены топливом в полном объеме. Кроме того, есть и запас. Эти дизеля обеспечивают полностью все лечебные корпуса больницы. Нагрузку первой категории в первую очередь обязательное. Лифтовое оборудование, медицинское оборудование. В данной ситуации все лечебные корпуса до последней палаты, извините за подробность, до последней лампочки обеспечены этими дизелями резервным электроснабжением. В Севастополе из-за чрезвычайной ситуации с электроэнергией прекращено движение троллейбусов. Ситуацию с транспортом пообещали исправить за счет работы дополнительных автобусов. В связи с создавшейся ситуацией принято решение, первое, не выпускать на маршруты троллейбусы. Потребляемая мощность троллейбусов 22 мегаватта. Дополнительно 90 автобусов выведены на маршруты. Оперативный штаб работает в боевом режиме круглосуточно. Мы отключаем уличное освещение, отключаем всю рекламу. К сложившейся ситуации жители Севастополя относятся спокойно. Я согласна потерпеть все, что нас касается, все неприятности, только потому, что мы в России. Потому что я люблю Россию, люблю Крым, люблю Севастополь. Поэтому я к этому отношусь спокойно. У нас дома света нет. Ну как, он периодически, у нас то есть, то нет. Но это нас ни капельки не пугает. Мы понимаем причину этого. Супруга меня звала, звала пару дней тому назад, в город выйти. Вообще было неинтересно. После рабочей недели хотелось просто побыть дома. Но вот в данный момент, милые ребята, хочется просто пройтись и понять вообще, что у нас тут в Севастополе происходит. Понятно, что света нет. Света нет. Но это не беда. Мы считаем, что наши городские власти справятся с этой задачей. Поэтому мы надеемся на лучшее. А потом еще есть свет? Не знаю, мы долгое время не было света. Но знаете, как-то, наверное, надо прекрасно понимать, какие определенные события мы пережили. И просто в зависимости от этого, я думаю, что это маленькое такое недоразумение, которое ни в коем случае не должно омрачит. Вообще наше настроение и все остальное. Главное управление МЧС России по Севастополю напоминает, что при отключении электроэнергии необходимо пользоваться исправными источниками света, электрическими фонарями, быть максимально осторожными в обращении с открытым огнем и соблюдать правила пожарной безопасности. Анна Братчева, Максим Трофимов, информационный канал Севастополя. Внимание! График гарантированной подачи электроэнергии потребителям Севастополя на 23 ноября. С 9.00 и до полудня свет будет в Балаклавском и Нахимовском районах. С полудня и до 3 часов дня в Гагаринском. С 15.00 до 18.00 в Ленинском. С 6.00 и до 9.00 вечера электроэнергию будут подавать в Балаклавский и Нахимовский районы. А с 21.00 до полуночи в Гагаринский. Ситуацию с электроснабжением Крымского федерального округа вчера вечером обсудили в Москве во время селекторного совещания под руководством замминистра энергетики России. Был заслушан доклад первого заместителя председателя Совета министров Республики Крым Михаила Шеремета. На совещании согласовали дальнейшую работу резервных источников энергоснабжения, их обеспечение топливом и организацию технического обслуживания. Россети и системному оператору единой энергетической системы даны поручения обеспечить полный комплекс методологической и иной помощи крымским коллегам. В рамках совещания рассмотрели вопрос возможного повышенного спроса среди населения на светлые нефтепродукты. Учитывая введенный режим ЧАЭС, будут организованы дополнительные поставки бензина и дизельного топлива. Минэнерго отметили, ведомство ведет круглосуточный контроль за сложившейся ситуацией в энергоснабжении Крымского федерального округа. Энергомост в Крым будет введен по графику до конца года, независимо от текущей ситуации с поставками электроэнергии на полуостров. Об этом со ссылкой на главу Минэнерго России Александра Новака сообщает ТАСС. Энергомост в Крым строится в рамках федеральной целевой программы развития Крыма до 2020 года. Как передает радиостанция Керчь-ФМ, строительство в настоящее время ведется без выходных. Проект, предусматривающий прокладку подводного кабельного перехода через Керченский пролив с перетоком порядка 850 МВт, реализуется для энергонезависимости Крымского федерального округа от поставок из Украины. Предполагается, что к 2016 году по энергомосту из Краснодарского края будет поставляться порядка 800 МВт электроэнергии в сутки. Эти объемы позволят погасить нагрузку в зимние пиковые периоды, когда потребление возрастает до 1200 МВт в сутки. И на этом пока все. Мы следим за развитием событий и встретимся уже через час. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова